Спасаясь от песчаной бури, мы с Джимом укрылись под древней аркой, где время словно застыло. Юные влюблённые с помощью магических часов остановили время, чтобы сделать свою любовь вечной. Мы с большим трудом сумели убедить их, что нам с Джимом надо ехать дальше. А в горе Земьи Лиси, узнав, что Пипопо сумел захватить власть в Мандале, серьёзно заболела. По роману Михаэля Энде – Джим Баттон. Художники Тео Керп и Хэрриберт Шульмайер. Исполнительные продюсеры – Винсен Шалвон де Мерсе, Юбер Гарьепи, Жаклин Торджман и другие. Продюсер и режиссёр – Бруно Бьянки. Джим Баттон. Джим Баттон. Теневая сторона. Полегче. Попортишь хвостовое оперение. Миссис Колозоп желает, чтобы пол блестел, как зеркало. Так что принимайся за уборку. Или не доживёшь до заката. Чёрт! Ох, это миссис Колозоп. Откуда мы знали, что Джим Баттон сумел выжить? Мы не знали. Чёрт! Ах! Наберу света этого негодного Джима Баттона. На части разорву вот этими самыми когнями. Мы были в разных местах, Люк. Но знаешь, здесь действительно странно. Здесь всегда темно, даже днём. Хм, и ещё холодно. Я замерзаю. Надо двигаться, Джим. Сейчас попробуем согреться. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Ты чего же ты глупо выглядишь, приятель? Да уж, будь я проклят. А? О! Это странное дерево совсем замёрзло. Давай подойдём поближе. Ай! Жжёт. Лучше не трогай его. Дерево такое холодное, что кожа не выносит. Кажется, что оно жжёт. Ах! Хм. Я так и думал. Оно промёрзло до самой сердцевины. Почему? Здесь не так уж холодно. Да. Даже земля не совсем замёрзла. Зато здесь лёд. Посмотрим. Видишь этот участок? Настоящий арктический холод. О-о-ой. Просто мурашки бегут по коже. И у меня. Незачем нам тут оставаться. Поехали отсюда. Ты что-то загрустил? Тревожно, да? Просто мне кажется, что за нами следят. Тебе почудилось, старина. В таком холоде никто не живёт. Очень плохо, доктор Стетоскоп. Я становлюсь морщинистой, как гнилое яблоко. Надо найти способ и заставить этих гадких детей научить меня смеяться. Быстро! Я работаю, миссис Колозуб. Работаю над этим. Но сперва надо вылечить Лиси. Без неё остальные смеяться не станут. Без неё все прочие не нужны. Вот. Я истолок в порошок змеиную кожу, чтобы сделать целебную микстуру. А, вот и вы. Надеюсь, этот маленький урок прочистил вам мозги. Так, подойдите, мои глупые дракончики. У меня есть для вас работа. Мы готовы оправдать оказанное нам высокое доверие, о, великая миссис Колозуб. Вы найдете эту заразу Джима Баттона и его друга Люка, и будете следить за ними. И на этот раз мне нужны точные сведения, иначе всю жизнь будете убирать мусор. Я заброшу вас в страну тысячи вулканов. Можете быть спокойны, миссис Колозуб. Наши доклады будут исключительно полными, точными и детальными. Хочется верить. И помните, никому ни слова, захваченные дети не должны знать, что Джим и Люк еще живы. Иначе не откажутся сотрудничать. Положитесь на нас, миссис Колозуб. Мы будем крайне осторожны. О, карта! Люк, остановись! Люк, там за скалой кто-то прячется. Ты уверен? Я не видел. Оно похоже на темную тень. Тебе просто почудилось. Там ничего нет. Посмотри, скала замерзла и замерзла недавно. Хм, точно. Странно. И все же там никого нет. Это просто видение, приятель. Это иногда случается от сильной усталости. Ничего, зато карту мы сумели вернуть. Едем. Впереди длинный путь. Что бы ты ни говорил, я знаю, что не ошибся. Вы не имеете права. Я император Мандалы. Ты больше не император. Тебя свергли. Вот. Теперь я император. Я Биппапо Первый. Ты не император. О, принцесса Лиси. Ты уже свор и предатель. Сейчас вы увидите, как поступают с мятежниками принцесса Лиси. Лиси, Лиси, Лиси. Пуститесь, на помощь, на помощь. Пустите, пустите. Тихо, тихо. Уже все. Это был дурной сон. Ой, доктор Стетоскоп. Мой отец в опасности. Мы должны ему помочь. И Биппапо его погубит. Тссс. Не волнуйтесь. Вам надо отдохнуть. Стало холоднее, чем раньше. Да. Доставай теплые вещи. Надо одеться теплее, не то замерзнем. Лёх, смотри. Я же говорил, говорил. Но что это? Не знаю, Джим. Похоже на тень, которая все замораживает. Извини, что сомневался. Ты был прав. Она преследует нас. Это она заморозила ту скалу. Да, если доберется до нас, мы замерзнем тоже. Нет, мы с Эммой этого не допустим. Держись. Полный вперед, Эмма. Давай, Люк. К этой тени нас не догнать. Люк, мы останавливаемся. Нет давления. И огонь гаснет. Становится холодно. И Эмма быстрее сжигает уголь. Что ж, придется ей немного помочь. Люк, эта тень уже близко. Нужно разжечь и набрать скорость. Тень уже догоняет. Быстрей, Люк, быстрей. Люк, тень сейчас сядет на бампер. Йо-хо. Вперед, напарник. Рано праздновать, малыш. Не уверен, что мы избавились от этой пакости. На всякий случай оденься потеплее. Озноб, бред, мигрень. Эх, нет, это все не то. Потеря аппетита, общая слабость, иногда с приступами лихорадки и бреда. Вот оно. Вот от чего страдает маленькая принцесса. Эта болезнь называется глубокое отчаяние. И возникает, когда пациент получает плохие новости. Плохие новости. Ну, хватит. Если не будете сотрудничать, то вас зажарят, приправят специями и подадут на стол. А тебе, маленькая мисс Всезнайка, я советую смириться и склонить голову. Я склоняю голову перед теми, кого уважаю. Но не перед драконами. Значит, придется научить тебя уважать драконов. Верно? Поторопись. Потому что мой отец император приведет сюда войско. И тебе будет плохо. Твой отец император? Ты еще не слышала, моя бывшая принцесса? О чем, ведьма? О, мое бедное, бедное дитя. Тебе еще не сказали. Как раз сейчас твою доброго папочку бросают в грязную темницу. И должна сказать, что именно мой добрый друг Пипапо займет его освободившееся место. О, ты лживая толстая ящерица! Вот. Я только что получила особое приглашение на церемонию коронации моего уважаемого друга Пипапо. Будущего императора Мандалы. Папо! Да, так оно и есть. Лисия заболела в тот день, когда драконша сказала принцессе, что ее отец смещен. Не надо было старухе говорить об этом детям. Как она научится смеяться, если дети будут болеть? Единственный способ вылечить пациента, страдающего от глубокого отчаяния, дать ему надежду. Надежду? Какую надежду? Ну, конечно, надо будет сказать ей, что Джим Баттон еще жив. Но, если старуха узнает, она меня в порошок сотрет. О, горе. Что делать, что делать? Больше угля, Джим. Давление падает. О, нет. Уголь заканчивается, Люк. Не жалей, давай. Вряд ли протянем еще милю. Остается только одно, Джим. Надо сбавить ход. Но тень убьет нас. Может, да, может, нет. Если мы заткнем все щели в кабине, то, может быть, если нам повезет, тень уйдет и оставит нас в покое. Быстрей! Закрой заднюю дверь! Тень здесь! А? Спокойно, нам ничего не грозит. Как только она уйдет, все будет в порядке. А-а-а! Быстрей, ветровое стекло! Э-э-э... Думаешь, тень полезет в кабину? Не знаю. Надеюсь, огонь ее отпугнет. Но, как бы там ни было, нельзя, чтобы потух огонь. Поскольку нет угля, будем жечь то, что есть. Давай, напарник! Бедная Эмма. Она замерзнет. И сжечь больше нечего. Клапаны поршни. Она лезет внутрь. И превратит нас в лед. Мы замерзнем люк. И не сможем спасти принцессу. Ха-ха-ха-ха. Джим, смотри. Тень уходит. Видимо, что-то случилось. Ах, чтоб не лопнуть. Снег пошел. Погляди. Откуда здесь взялся снег? Это сделала старушка Эмма. Воздух охладился. Пар стал конденсироваться. Стал быстро остывать. И превратился в снег. Странно. Выходит, тень испугалась снега. Почему? Ей не страшен холод. Ведь она сама как мороз. Ну, я, кажется, знаю ответ. И если я прав, надо бежать со всех ног. Видишь, это не холод. Это влажность. И потом черная тень не выносит противоположного ей белого цвета. Пока идет снег, она нас не тронет. Полностью согласен. Едем. Надо выбраться, пока снег не кончился. Держись. Сейчас мы избавимся от тени. Да, ее нет. Да, она исчезла без следа. Думаю, она теперь не скоро вернется. Умница, Эмма. Справилась. А это можно сунуть в топку. Смотри. Сухое дерево. Ура, спасены. Здесь холод, лед и смертная тоска. У меня замерзло хвостовое оперение. Молчи, курица. Мой обостренный слух уловил какие-то звуки. Вон там. Локомотив. Ты думаешь, это они, летающие свинья? Эмма. Эх. Вот. Теперь у нас есть топливо для Эммы. Примерно на пару дней. Да. Не терпится выбраться из этого места. Они опять выкарабкались. Похоже, им все-таки удалось выбраться из ледяной пустыни. Прекрасно. Надо предупредить старуху Скалозуб, что они скоро будут на перевале отчаяния. Ох, и взбесится старушка. Хм. Интересно, как же они избавились от тени, которая охраняет эту территорию? А-а-а-а! Вот, теперь кашляйте, миссис Скалозуб. Вперед. Ха-ха-ха-ха! О-о-о! Что со мной творится, доктор? Повышенное давление? Простудная лихорадка? Может быть, тяжелое воспаление глант? Ничего подобного, миссис Скалозуб. Вы просто стареете, вот и все. Поэтому я приготовил вам укрепляющие. Просим прощения, миссис Скалозуб, но мы едва спаслись от чудовищной тени и принесли новости о Джиме Баттоне. Ну, надеюсь, он уже покоится на дне глубокой лощины. Э, ну, к сожалению, нет. Вообще-то, сейчас он вместе со своим напарником едет к перевалу отчаяния. Что? Они сумели пройти через территорию тени? Похоже, этому мальчишке все ни почем, ничто его не берет! Стойте, доктор Статаскоп! Помните ни единого слова этим человеческим детенышам. Дети не должны узнать, что их герой, Джим Баттон и его напарник еще живы. Поверьте, миссис Скалозуб, я нем, как могила. Это и вас касается, безмозглые дракончики. Ни слова слышали! Положитесь на нас, миссис Скалозуб, ни одного слова. Да, мы будем немыми драконами. Никто не узнает, что Джим Баттон еще жив! Молчать! Вон отсюда, болваны! Не желаю не видеть вас, не слышать! Ясно? Теперь мне стало гораздо лучше. Бедное дитя. Глубокое отчаяние ее погубит. Доктор Статаскоп, я хочу увидеть Джима Баттона. Хотя бы еще раз. Помните, ни единого слова человеческим детенышам. Дети не должны узнать, что их герой, Джим Баттон, и его напарник еще живы. Успокойся, Лиси. Ты еще увидишь Джима Баттона. Он и его друг Люк живы. Они едут сюда и уже недалеко от границ Гориземия. Ах! Спасибо, доктор Статаскоп. Спасибо. Ох! Температура падает. Надежда помогла. Старуха убьет меня за то, что я сказал про Джима. Нет. Я скажу, что только так можно было спасти Лиси и научить Драконшу смеяться. Джим! Ах, Люк, далеко до Гориземия. Я очень хочу увидеть Лиси. Спокойно, малыш. Ехать еще порядочно. Не волнуйся, мы найдем принцессу. Знаешь почему? Потому что Эмма выведет нас прямо к ней. Верно, старушка? А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok